Всем доброго времени суток. Матч на первенство мира между Магнусом Карлсоном и Фабианом Карланы начинается уже послезавтра. Это означает, что пришла пора показать вам партию, которая заняла второе место в нашем хит-параде лучших партий Фабиана и Магнуса. Она была сыграна в супертурнере Вейканзея в 2015 году. Фабианов не играл белым цветом и избрал наиболее стандартный для себя ход Е2-Е4. Магнус ответил сицилианской защитой. Надо сказать, что сицилианка не является, скажем так, частым гостем в партиях Магнуса Карлсона. Тем не менее, иногда он ее применяет, особенно в тех случаях, когда чемпиону мира нужна победа по матчевой либо турнирной ситуации. В данной партии был сыгран вариант Рассалима. Вероятнее всего, Фабиан опасался исполнения Челябинского варианта со стороны своего соперника. Последовал самый распространенный, скорее всего, самый сильный ход G6. Тон C6-DC. Ну и вот, после исполнения достаточно распространенной теоретической ветки, Магнус своего соперника слегка удивил, сыграл B6. Таким образом, в принципе, черные исполняют обязательную программу. Они готовятся сыграть 2-0, конь Д7, Е5. Потом, если им дадут такую возможность, ладей Е8, конь Ф8 и конь Е6. Ну, то есть, план примерно такой. Если черным удастся переставить свои фигуры, подобным образом у них получится очень хорошая позиция. Но белые могут, скажем так, попытаться этому воспротивиться. Ну вот, после слона Е3 все еще не поздно было сыграть 2-0, вернуться к достаточно изъезженным позициям. Но здесь Магнус сыграл Е5 сразу. Достаточно интересное решение. И, скорее всего, Фабиано просто здесь испугался, что Магнус все это принес из дома, и поэтому не стал серьезно проверять ход конь Е5. Тем не менее, ход конь Е5 был очень силеный, видимо, давал белым достаточно ощутимый перевес. Ну, то есть, идея черная, конечно, заключается в том, чтобы взять в ответ на Е4. Но здесь, после достаточно сильного промежуточного хода ферзи Ф3, у черных возникают проблемы. То есть, висит на Ф7, также висит конь на Е4, и слон Е5 ни к чему хорошему не приводит. После ферзи Е4 получается вилка на пешку Ц6 и слона. Ну, соответственно, единственный здесь разумный ход со стороны черных это Ф5. Ну, и вот здесь даже достаточно простое продолжение конь Ж6, АЖ и ДЕ дает белым... Ну, просто дает белым лишнюю пешку. У черных сохраняется какая-то компенсация, но все-таки очевидно, что именно белые борются за перевес. Также у белых после хода Ф5 есть и другие пути, и везде они давят. То есть, конь Е5, на самом деле, было значительно сильнее, но Фабиано предпочел получить более стандартную теоретическую позицию. Сокол 2-0, 2-0, а здесь А3. То есть, план белых заключается в том, чтобы пройти Б4 и создать определенное давление на ферзевом фланге. На самом деле, эти позиции достаточно тяжелы для разыгрывания за черных. И мы увидим, что в этой партии Фабиано получил все-таки объективный перевес. Но, видимо, Магнус это не очень сильно волновало. То есть, он дает понять, что его притязание здесь связано с королевским флангом. Ну, а на ферзевый фланг в какой-то степени плюет. То есть, понятное дело, что черные не способны здесь в долгосрочной перспективе защищать свои слабые пешки на ферзевом фланге. Но Магнус и не пытается, он проводит Ф5 после БЦ Ф4. То есть, структура растеневает. После слона Д2 оказывается, что взятие ферзевом на Ц5 довольно невыгодно. Потому что после важного промежутка ФБ3, черные вынуждены спрятать короля на Х8, где он для рейнджпля будет стоять особенно плохо. И после ФБ4 вынуждают размен ферзей. И вот, например, такая позиция крайне неблагоприятна для черных. Их конь на Х5 расположен глупо, никакой атаки на белого короля при отсутствии ферзей на доске говорить не приходится. Ну, а пешечные слабости черных начнут сказываться. То есть, пешка Е5, пешка Ф4, даже, возможно, пешки Ц6, Б6, Т7. Все являются объектами атаки, и здесь у белых очень большой перерез. Магнус это понял, сыграл БЦ, то есть добровольно разрушил собственную структуру. Но не перестает надеяться, что игра с Ж5 и Ж4 даст ему достаточную контр-игру. Следовал ферзь Б3, слон Е6, ферзь А4. Медленно начинает нападать на материал Фабиана. ЛДА на С8, ферзь А5. Ну и вот, Магнус понимает, что пассивная оборона здесь, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет. И играет в Ж5. Ну, как я уже говорил в одном из предыдущих выпусков, Фабиана достаточно принципиальный шахматист, поэтому он не стал здесь заниматься профилактикой. То есть был ход кунь А4, но после С4, обратите внимание, что белые сняли бой с поля Е5, поэтому черные слегка выправляют собственную структуру. Фабиана этого не допускается, сразу играет кунь А4, нападая на пешку С5. Ну, у Магнуса выбора нет, он должен идти вперед. Белые выигрывают пешку. Пешка на Е5 также остается очень слабой, но все-таки им нужно серьезно следить за собственным королем. И вот здесь наступил, скорее всего, критический момент в этой партии. Белые могли получить заметный перевес, причем, на мой взгляд, достаточно естественными ходами, но, скорее всего, просто в конце варанта Фабиана что-то либо не досчитал, либо не смог оценить конечную позицию. То есть вот наиболее разумным лично мне окажется ход ЛДФ на Б1, и он уже являлся сильнейшим. То есть белые просто хотят побежать королем на ферзев фланг, и если он туда добежит, то партия закончится победой белых. То есть ферзев 6, король Ф1, слон на Ф3, ЖФ ничего черного не дает, поэтому конь Ж3 шаг здесь является единственной попыткой добиться какой-то, не то чтобы контр-Р, добиться каких-то серьезных выгод на королевском фланге или в центре. Кстати, ход ЛДФ здесь, скорее всего, проигрывает за белых, потому что черные сосредотачивают все свои фигуры на поле Ф3. Белые должны защищать коня, и теперь после Ф2 оказывается, что вся эта конструкция рассыпается, и здесь у белых довольно тяжелая позиция, в частности ферзи 1 наталкивается на ЛДФ3, и белые проигрывают. Но после конь Ж3, на самом деле, можно просто побежать королем дальше. И, конечно, черные должны продолжать здесь исполнение собственного замысла, то есть брать на Е4, жертвовать фигуру, ферзи Е4. Ну и вот, после слона Ф5, либо белые могут согласиться на повторение ходов, что, конечно, с практической точки зрения было бы достаточно заманчиво, либо они могут сыграть ФЕ2. Это попытка игры на победу. Возможно, у белых есть объективный какой-то перевес, но с другой стороны, после ФЕ2 позиция все-таки смотрится достаточно пугающе. То есть, на самом деле, не исключено, что Фабиано стоило бы пойти на повторение ходов в этой позиции. Также вместо ЛДФ на Б1, возможно, есть какой-то смысл в том, чтобы убрать ЛДЮ не так далеко, сыграть ЛДЕ1. Но в этом случае все-таки ЛДЯ на этой клетке расположена достаточно пассивно, поэтому черные могут не спешить с развитием собственной атаки, пока могут сыграть ЛДФ7. И вот, как мы видим, план заключается в том, чтобы перекинуть вторую ЛДЮ на поле Ж8, включить все фигуры в атаку, и здесь черных есть определенные атакующие возможности. В любом случае, все это было заметно сильнее, чем ход КНХ2, который избрал Фабиано. Потому что теперь Маргус ответил мощным динамическим ресурсом Ф3. Ну и, понятное дело, что белые должны брать этого слона. После ФЕ6 оказывается, что есть серьезные проблемы с королем. ЖФ никоим образом белым не помогает, потому что после ЛДФ3 им просто-напросто мат. То есть КНХ4 защищать неким. Но у белых находится защитный ресурс, то есть они играют ФЕ7, такая вот геометрия белых поддерживает на плаву. Теперь на ФЕ4 есть ход ФЕ5. И после этого, как ни странно, у белых опять заметный перевес, то есть атака отбита, перчатые слабости черных никуда не делись. Поэтому Маргус сначала берет пешку на Ж2. Понятное дело, что ответ на взятие невозможно. То есть ЛДФ на Б1, ФЕ4 и ФЕ5. Все равно белые пытаются предложить размен ФЕ5. Опять-таки ФЕ5 станет Ж5 приведет к позиции, в которой белые вроде бы серьезно не рискуют. С другой стороны, не совсем понятно, куда этого ФЕ5 пряты. То есть Магнус попытался. Попытался все-таки избежать размена, но Фабиано продолжил гоняться за ФЕ5. И здесь вот чемпион мира не стал повторять ходы, хотя объективно позиция, скорее всего, не является лучшей для черных. Тем не менее, Магнус решил продолжить борьбу. Взял на Ж5. Слон Ж5, Кунь Ф4. Ну и вот это решение сразу оправдалось. Здесь белые, на самом деле, поддерживали примерно равные шансы путем короля Х2, не пуская коня на А4. То есть позиция оставалась очень сложной. У белых есть серьезные выгоды на ферзям фланги. У них лучшая певочная структура. Но все-таки пешка на Ж2 белых серьезно напрягает. И белым также нужно тщательно следить за собственным королем. То есть, наверное, с практической точки зрения эта позиция сложнее играть именно белыми. Фабиано сразу ошибся, взял коня. После ЕФ, понятное дело, что спасать ладью на А1 нет никакого аризона. Что-то на черный сыграет Ф3, просто-напросто получает защищенную проходную аж на поле Ж2. Переведут ладью на поле, на вертикаляш и дадут мат. То есть, король Ж2 ход единственный. Ф3. Король Ф1. Ну и вот, не исключаю я, что здесь Фабиано в первую очередь рассматривал взятие на А1. После чего, как ни странно, несмотря на отсутствие качества, позиция белых довольно неплохая. Вместо этого Магнус сделал намного более сильный ход ладья Ф4. То есть, он готовится уже создавать матовые угрозы. И оказалось, что если белый король продолжит свое путешествие, то есть, белый сыграет король Е1, то здесь очень сильный ход ладья Д8, просто-напросто завершает борьбу, что черные уже хотят пойти ладья Х4. Но если белый король куда-то побежит, то просто теряется пешка на Е4. И, кстати, от матовых угроз, это белых никоим образом не спасает. Довольно не стоит забывать, что по-прежнему висит ладья на А1. А вот если черные взяли бы ее сразу, то позиция резко перестала быть такой ясной. То есть, здесь уже ладья Д8 неэффективна, потому что нет слона на Ж7, и, соответственно, нет шаха на С3. То есть, белые могут либо сыграть конь С3, сразу либо конь С5. И король приходит на Е3. Ладья будет заниматься тем, чтобы сдерживать проходную черных по вертикали Х. Скорее всего, эта позиция достаточно неясная. Но, как мы видим, Фабиано понял, что ладья Д8 является очень мощным ресурсом. За черных сыграл С3. Ладья Д8 Д4. И вот после слона Х6. Видим, что белые сохраняют материальный перерез, но это им здесь нисколько не помогает. Ладья Х4 просто-напросто угроза матов несколько ходов. То есть, вот сделаем за белых какой-то абстрактный ход, вроде ладья Б7. После ладья Х4 висит мат на Х1. Король Ж1, единственная защита. Ну и теперь белые подключают, то есть, черные подключают вторую ладью к атаке и просто-напросто дают мат. Фабиано это понял, попытался сбежать королем, но, понятное дело, что это не способно белых спасти. Обратите внимание, очень сильный ресурс С5. То есть, таким образом, белые оказываются перегружены. Если бы черные сразу сыграли ладья Е2, после ладья Б2, белые могли бы продолжить сопротивление. Кстати, шансы на ничью были довольно заметны. Ну, С5 просто разрывает позицию белых. Теперь на конь С5 ладья Е2 защищать вторую горизонталь неким. То есть, конь Б3 последняя попытка, но здесь довольно много ходов, наверное, выигрывает. Самый простой король Х8. То есть, ладья идет на Ж8, потом на Ж1, но белые просто никак не могут удобно выкроить монструозную ладью с поля Е2. То есть, защиты от мата не видно. Поэтому после С5, то есть, Карванов попытался спасти своего короля ценой материальных потерь, но эта партия продлила ненадолго. У черных уже одна лишняя пешка, пешка на Ф2 падает. Ну и в этой позиции Фабиано признал свое поражение. Черные просто играют ладья Е3, потом играют Ф2, потом играют Д3, и все эти пешки проходят в ферзи. У белых нет ни малейшей контр-регры. То есть, такая достаточно мощная атакующая партия, которую скорее можно было бы ждать от Фабиано Каррано, но в данном случае победу одержал именно Магнус Карлсон, который, конечно, в 2015 году играл просто блестяще. Если мы увидим в матче Карлсона образца 2015 года, то у Фабиано будет очень тяжело. С другой стороны, в карьере американского шахматиста тоже был турнир, в котором он, откровенно говоря, блеснул, показал результат, который навсегда вошел в историю. Это было в 2014 году, и об этом мы поговорим в следующем выпуске. Так что, если мы увидим в матче на первенство мира Фабиано образца 2014 года, то очень тяжело будет уже именно Магнусу Карлсону. Увидимся завтра, и, скажем так, запасайтесь попкорном. Матч на первенство мира начнется уже совсем скоро. С вами был Никита Петров. Продолжение следует...